Добрый день. Сегодня мы продолжаем отвечать на вопросы на православном портале Экзегет. И вот один из зрителей, или не один, но по крайней мере к нам поступило два вопроса, которые мы сейчас объединим в одну тему. Итак, кем является для Авраама Сара сестрой по отцу или племянницей, дочерью старшего брата Авраама по отцу? Почему во времена Авраама было принято брать в жены женщину из своего рода, как же кровосмешение? Итак, во-первых, для того, чтобы ответить на первый вопрос, кем приходилось Аврааму Сара, достаточно обратиться к книге Бытия, где на этот вопрос сам Авраам дает достаточно четкий ответ. Когда Авемелех, господствующий в Египте, спрашивает его о том, почему он выдал свою жену Сару за сестру, то Авраам отвечает ему, что да она и подлинная сестра мне, поскольку у нас общий отец, но разные матери. И так совершенно очевидно, что Сара является по отношению к Аврааму, помимо того, что его женой, еще и так называемой единокровную сестрой. Дело в том, что сейчас у нас как-то вот в связи с нашими реалиями это как-то понятие практически не используется. Но в древности это было достаточно распространенной ситуацией, и всегда братья и сестры, они как-то вот так достаточно четко разделялись в отношении того, являются ли они друг другу единокровными или единоутробными. Было два таких понятия. Единокровные и единоутробные. Единокровные происходили от одного отца, но могли иметь разных матерей. Как это было в случае как раз таки с Авраамом и Сарой. Фара, отец Авраама, родил своего сына от одной своей жены или наложницы, от жены в случае Авраама, а Сару родил уже от другой женщины. Вот и в этом случае они являлись единокровными братом и сестрой. Если бы они как раз таки имели одну мать, но разных отцов, они бы назывались единоутробными. Братом и сестрой. Такие ситуации тоже, в общем-то, бывали в те времена, да и не только в те, потому что бывает, что, так сказать, и сейчас, когда с семьей сходятся, бывают в одной семье дети, у которых, скажем, один общий отец, бывают дети, у которых одна общая мать. От других детей их отличает либо разное отцовство, либо разное материнство, и все это в пределах одной семьи. Вот надо сказать, что вот такие восточные правила, они достаточно строго относились к бракам, которые бы совершались между единоутробными родственниками, братьями и сестрами. Такие браки, они однозначно запрещались. Но браки между единокровными родственниками, братьями и сестрами, были вполне допустимыми. Надо сказать, что такая традиция сохранялась еще даже, например, в сравнительно недалеко от нас отстоящих средневековых азиатских государствах. Например, в государствах Средней Азии или в той же самой Золотой Орде, ну вообще в Ордынском государстве, где браки между единокровными братьями и сестрами считались вполне допустимыми, в отличие от единоутробных. И, в общем-то, даже татарское население до какого-то времени даже у нас в наших российских пределах подобные браки не почитало за что-то совершенно такое невозможное и запрещенное Аллахом. Традиция такая была, ну, по крайней мере, до тех пор, пока существовало обычае многоженства. А напомним, во времена Ветхого Завета, во времена патриархов, этот обычай многоженства вполне существовал и не являлся чем-то таким однозначно запрещенным Богом. То же самое и вот в отношении вопросов такого кровосмешения в более каком-то широком отношении. Почему во времена патриархов, праотцов предпочитали они брать себе жен из своего собственного рода? Ну, отрицательный пример подобный, так сказать, мы видим в более младшем по отношению к Аврааму поколении, да, среди уже его внуков. Мы видим, что сыновья сына Авраама и Саака, Исаав и Иаков, совершают разный выбор. Исаав берет себе жен из местного окружения, и, как мы читаем в книге «Пытия», очень скоро этот его выбор весьма тяжким образом сказывается на совместной жизни всего большого рода. Почему? Потому что, конечно, эти иноплеменницы, которых он приводит в свой дом, воспитаны совершенно в других понятиях, правилах, и начиная, так сказать, от понятия правил религиозных и заканчивая поведением своим в быту. Так что матери близнецов Исаава и Иакова в какой-то момент эта, так сказать, семейная жизнь представляется чем-то абсолютно уже невыносимым, и она настаивает на том, чтобы Иаков, ее любимый сын, отправился в... и наследник, как она надеялась, отправилась в дом ее брата и привел себе жен оттуда, поскольку в их воспитании, в их ценностях, в их правилах она была совершенно, в общем-то, уверена и понимала, что только таким образом можно сохранить ту весьма ценную, традиционную, культурную, религиозную преемственность, которую она хотела видеть сохраненной вот в наследии, в потомстве своего сына, любимого сына, родоначальника 12 патриархов, начальников колен Израиля. Вот с этим и связывалось вот то относительное, так сказать, кровосмешение, которое, в принципе, вполне еще было допустимым на том первоначальном этапе формирования народа, формирования рода, которое ненесло еще какой-то такой биологической угрозы вырождения на себе, такой вот, и, в общем-то, не являлось чем-то таким запрещенным богом. Вот это вопрос, которым тоже очень любят как бы ставить в тупик атеисты, читатели Библии. Они говорят, ну а как же, получается, если все люди произошли от Адама и Евы, то на ком же женились их сыновья? Спрашивают они, то есть, как сказать, откуда шло вот это развитие человечества. Получается, что они женились на своих сестрах. Да, конечно, именно так это и было. И в этом, на тот момент, не было ничего предосудительного, поскольку это, собственно, было единственным вариантом вообще появления человечества на земле. Ну, если, так сказать, мы вслед за Священным Писанием выводим его из единого начала и от Адама и Евы, то никаких других вариантов появления человечества и расселения его постепенного по всему миру и не могло произойти. Но, конечно, с течением времени вот такие близкие отношения, они уже признавались и являлись грехом, да и, в общем-то, и были действительно уже вредны, несли на себе вредные последствия его рождения и требовали, так сказать, уже все большего и большего удаления от себя вот вступающих в брак, в их взаимоотношениях внутри одного рода. Но это уже и было вполне возможным, поскольку и сами роды, они уже увеличивались и умножались численно, и в них уже присутствовало вот это разнообразие, тем более, что семьи обычно были такими многодетными, и вот необходимое для того, чтобы избежать кровосмешения разнообразия, и вот это удаление постепенное одной семьи от другой, оно с течением времени уже, естественно, происходило, и поэтому вступали в действие вот такие уже определенные законы, которые вводят уже Моисей и другие, так сказать, законотворцы Израиля о том, чтобы близко родственные связи уже не допускались. То есть закон Моисеев разрешают, ну, по крайней мере, приветствуют вот эти связи внутри одного колена, ну, то есть внутри одного племени. Как правило, браки между представителями разных колен не приветствовались в Древнем Израиле для того, чтобы не вносить потом определенную путаницу в наследие, в продолжение рода и в разделение имущества между разными коленами. Но это уже не являлось кровосмешением, поскольку степень удаленности родства внутри одного рода могла быть достаточно большой для того, чтобы избежать вот этой опасности кровосмешения. Но, что касается первоначального, да, вот этапа возникновения избранного народа от одного корня, от одного патриарха, то, конечно, на этом этапе еще, в общем-то, каких-то жестких ограничений в отношении кровосмешения преследовать и водить было нельзя, потому что иначе была угроза утратить нечто намного более важное. Потомки патриархов просто растворились бы среди окружавшего их языческого населения, не сумели бы сохранить ни свою культуру, ни своих обетований, ни тех заповедей, которые были даны им Богом. И поэтому требовалось сохранение всей этой преемственности, всех этих традиций внутри одного рода, который был соединен не только кровным родством, но, что намного более важно, был соединен единством веры, единством религиозных представлений, которые, естественно, с собой определяли и правила этические, и вплоть до каких-то таких хозяйственных или иерархических отношений внутри семьи, что тоже было, конечно, немаловажно в те времена, да, в общем-то, важно бывает и теперь. Поэтому и сейчас не каждая хозяйка будет приветствовать то, если сын ее женится на какой-нибудь экзотической невесте, которая, в общем-то, ну, никоим образом не придется ко двору в той семье, которую она бы хотела видеть и которого она строила со своими детьми. Это вполне, так сказать, понятно нам сейчас, даже на таком уровне бытовых взаимоотношений. Ну, тем более, это было справедливо в отношении времен жизни библейских патриархов. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...